всем привет дорогие друзья с вами игромания утром великолепная и неповторимая полина малахова и не менее неповторимый великолепный артоваз мародин и все все до сегодня мы вместе вот вдвоем с этим отбалаем то есть грамма не утром уже не то да что скажете вы все просили что мы вернули наконец-то полину и мы так и быть пришли на встречу я наконец-то вернули приятно приятно возвращаться да но на самом деле ненадолго полина собирается в отпуск представляете нормально я не должен был говорить это было нет это не тайна просыпать отпуск но на следующей неделе собственно что тут еще скажешь давайте начнем наверное новости у нас нет никакой такой прикольные заставки про наши классные кодики то есть конечно просто я уже думал что все уже кому надо купили но еще раз повторим на фэллаут 4 можно купить со скидкой в 15 процентов не забывайте это осталось не так уж много что-то порядка двух недель и скидка кончится и фэллаут 4 опять подорожает ссылка в описании на сайт наш партнер gta.com специально для вас дорогие зрители сделал скидку 15 процентов с кодом игр f4 все очень просто нас все кадры так начинаются и сокращение от игры не особенно раз игр было три еще что-то было совершенно там чудовищно какая-то аббревиатура вот так что в принципе вы можете сейчас выключить вообще стримы пойти купить фоллаут и ждать и снова включить потом если было возможно просто делал бы смотрел монитор на счетчик когда выйдет фолла но это очень грустно что-то еще не скоро произойдет мальдавая ладжи про новости есть же есть же великолепный этот металл гир даже даже я уже познакомилась хотя в принципе сериал нить я полина это было немножко не так там были голые попы мужчины мелькающих а ты про начало игры естественно ну как знакомство да хорошо начинается знакомство да с очень неожиданного ракурса любимый кодзимовский ракурс ладно начнем новости друзья сегодня их не очень много поэтому как всегда выпуск будет два раза дольше чем обычно что с чем меньше новостей тем выпуска длинней первая новость assassin's creed raymond origins far cry 2 и прочие игры ubisoft могут получить обратную совместимость я просто посмотрела внимательнее это просто самом деле картиночка в фейсбуке на мексиканской странице юбисофта с вопросом ребята представьте вот если бы мы какие-то игры могли выпустить обратно совместимостью какие бы вы хотели это примерно как знаешь ожидание когда люди делал ставки перед и 3 как и выиграть или по анонсирует например то же самое но я как работал комменти менеджером перед представляю как работает схема таких вот постов то есть на что там чем-то различ людей как бы по синдикату новостей уже нет зачем развлечь вот давайте эти разойдем пусть люди там надежду какую-то потешит может там что-то выпустим в самом деле я уверена что и весов просто сделать ремейк за 40 баксов каждый из этих игр потом мексиканская да нет ну ты прям в это у нас на страницу мексиканского отделения юбисофт фейсбук появилась картинка собственно который говорит полина на которой много игр из которых где написано что эти игры скоро получат поддержку обратной совместимости возможно вопрос какие бы вы хотели чтобы не написано это намекает на то что да какие бы вы игры хотели ну понимаешь обратная совместимость это такая очень щекотливая тема вроде она нужна вроде нет это понятно ну ты понимаешь что это стали бы намекать и выяснять не на мексиканской странице слушай ну это просто мексиканцы знаешь просто тупо слили я не знаю почему нет может это эксклюзив мексиканскую юбисофт может они там в офисе боролись за этот эксклюзив не знаю месяц комьюнити менеджер фейсбук страницы боролся месяц чтобы выдавить из себя этот пост но что почему нет ну давай фантазировать дальше пребываю в мире радужных иллюзий грамма не утром ты не веришь в доброту и прекрасно доброта и без софта я верю в доброту людей ладно поехали дальше давай не будем за доброте людей кстати просто более-менее выяснилось какие игры скорее всего будут поддержать обратную совместимость это типа почти все игры кроме да ну то есть можно я так понимаю большую вероятность надеться я бы хотел принц и персии вот так фаргай 2 фаргай 2 фаргай я вижу фаргай 3 больше в том числе rainbow six вегас которая может быть тоже многим интересно ну знаешь ассасин скрид ну зачем их выбрать надо как их выберут кстати их вы но их почти стопудово выберут все потому что вот как все кулу в люди выбрали в обратно семистами также все ассасин скрид выбрать их мне кажется мы слишком много уделяю внимание этой несущественные новости кстати ну давай 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 продолжим нормально прекрати давай сейчас на настоящей доброте людей бесплатно поиграя starcraft можно уже сейчас причем прямо в вашем браузере только 1 starcraft но подожди лишь сказал starcraft и заказал starcraft 2 да и так один народный умелец с гитхаба сделал портировал версию первого starcraft и который вышел напоминаю девяносто восьмом году возможно даже раньше чем кто-то из вас появился на свет игра запускается в браузере для этого нужно скачать специальный архив с гитхаба ссылочка на которые есть в нашей новости на сайте там собственно все это дело когда вы скачаете запустите файлик индекс . тм то есть это не онлайн версия это версия ну очевидно как бы старшина браузер был онлайн не ну я поясняю людям на всякий случай но вдруг наконец-то до 18 или сколько я смогу поиграть starcraft брал столько ждал в общем нужно скачивать архив а естественно там есть баги пройти игру пока полностью старела невозможно но ребёнок успешно ребят ребят этот разработчик он собственно работает над тем чтобы оптимизировать все еще лучше игра работает на html 5 общем качайте пробуйте делитесь своими впечатлениями вот совершенно бесплатно легендарный starcraft вообще если вы еще не поиграли в первый starcraft вообще интересен starcraft то я даже не знаю не но если человек родился девятом году мог не поиграть я думаю что было бы интересно можно было уже там миллион раз купить за один рубль и где-нибудь ой не знаю он был банды летом можно без проблем конечно да но другой вопрос найти время чтобы это проиграть что куча же игр постоянно выходит это из нашел вот какой-то год вообще бы не выходил игр вот ни одной вот тогда бы возможно мы бы нашли пройти все эти старые крутые игры которые накопились за долгие годы но это никогда не произойдет мира фантазии что выбор не выходил из мира кстати очень грустных фантазий ладно перейдем к следующей новости дорогие друзья quiet также известная в русском переводе как молчунья может испортить ваше сохранение в мгс 5 слушайте все внимательно кто играет и боли надо как сообщает канами что сама канами они вообще не проходит беспокоит не почему это не как раз таки не я тут не согласен тут они поступили как молодцом потому что это не спутником метал солида снэйка искал метал гирс хотел сказать метал гир солида но нет спутником солида снэйка может быть если вы ее спасете скажем так она может вам испортить сохранение как сообщает канами предлагает вам не братья с собой на миссии номер 29 запаме миссии номер 42 потому что в процессе миссии может перестать сохраняться игра этот бака из-за напарника как сообщает сама канамина видимо выяснила я думаю что она надеюсь хотя об этом ничего не сказано в скором будущем заплатку чтобы это не произошло потому что это логично ведь ну а пока можно напомнить вам что лучший друг человека все-таки собака до 1 там просто офигенный я бы нашла очень быстро там все все почти его находит очень сложно мне ну давай расскажи просто бегал и тявкал что еще могу сказать просто бегать а до у него анимация лучше чем у лошади намного у него анимация лучшему снэйка местами скажу единственная проблема что с ним нельзя поиграть пока он маленький вы можете копнуть и усыпить выстрелив него ты пинала собаку у меня как было я когда начинала игру я высадился он сразу в первой же миссию когда вы саживали тяпкать ты его под его подобрал после выключил игра на она не сохранилась а я этого не знал я значит перезапускаю запускаю на следующий день бегу-бегу-бегу по миссии тут он тяпкает совсем в другом месте видимо игра не сохранилась начинаю его искать и вы а и там такое место какая-то но дорога и скалистая куча травы и нифига не видно тяпкает я бегаю туда-сюда все тяпкает для его минут реально 5 бегала на пятачке вот небольшом искал в итоге он оказался он спрятался в текстуре травы то есть его вообще не было видно просто тупо не было видно я мимо пробегая травки какой-то просто у меня появилась активная кнопка я такой блин он здесь и смотрю нет его нереально просто оттуда тяпкой что-то тактикал док и шпина же он уже заныкал молодец но он меня разочаровал что с ним вот нельзя когда он маленький няшники с ним нельзя особо ничего делать так надеюсь что можно как нинтендекс и побить вот в нинтендекс это кстати делать нельзя там можно тренировать как-то дай лап нинтендокс я просто сначала не понял думаю что за нинтендос вот я даже забыл про это я так надеялась что здесь можно также тренировать своего щеночка для меня вместо того чтобы деньги зарабатывать я бы не сидела я я с ним валялась снэйк валялся и щенок валялся так ползли друг за другом по базе я лупила кстати прикольно что можно лупить своих вот этих подчиненных они говорят спасибо спасибо босс что победила ладно давай к следующей новости перейдем слишком много щенячьей радости на может быть кто-то из достаточно новости от этой новости щенячья новость для вас специально драконов dragons dogma dark horizon выйдет на пк для тех кто может быть не в курсе dragons dogma вышло 3 с половиной года назад до на консолях предыдущего поколения на ps3 xbox 360 в январе следующего года 15 16 января зависимости от региона игра наконец-то доберется до персональных компьютеров она появится в стиме причем сразу с дополнением под названием собственно говоря dark horizon что нам обещают обещают подтянуть графику что логично добавить до системы достижения steam и поддержку геймпада от xbox 360 или xbox one вот немножко об игре на хоть и японская но это одна из таких редких попыток японских компаний на случай это кэпком сделать такой по-настоящему европейскую ролевую игру с открытым миром стиль skyrim и но проблем в том что игра вышла спустя полгода после skyrim и немножко не успел попасть в убегающий пояс но не стиле даже skyrim и в стиле вообще всей серии но они надо вдохновлять ну естественно поскольку она вышла спустя полгода после skyrim и то впечатление она оставила низко смазанные это не skyrim но в принципе если вам интересны попытки японские геймдизайнеры сделать европейскую ролевую игру то стоит попробовать она очень необычная на самом деле это одна из игр я очень хочу не поиграть но многие мои коллеги они были что и обязательно стоит попробовать потому что она довольно таки сильно недооценена потому что те кто боится и не любит японский рпг думать что это японский рпг те кто любит европейский рпг уже поиграли но слушаем как раз можно приурочить стрима поиграешь просто любители японских рпг такие смотрят на нее и такие блин это же ну это же не файл фэнтези это какая-то пародия на skyrim не хочу играть то есть вот поэтому у нее такая не очень большая популярность хотя она очень те кто в него поиграл очень хвалили в свое время примерно то же самое было с demon souls когда она вышла то есть я я ее сразу приметил но в общем не я его вверх ним не мог долго купить то что в некоторых местах просто не продавался не смотрели что это . американская версия вышла в некоторых магазинах продавалась у нас и многие тоже провели или что она и у нее надо просто поиграть то что она отпугивает своей необычностью вот и и хардкор да и в общем всем всем рекомендую попробовать потому что отзывы от коллег очень хорошие вот окей да да это есть следующие новости дальше секундочку не минутки без инди называется не минутки до без инди вообще никак жизнь не мила новая визуальная новелла посвященная киберспорту и starcraft 2 визуальная новелла друзья вот так вот я ну это такая забавная штука это очень забавная штука странно что не дейтинг-симулятор это дейтинг-симулятор а подожди да 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 точно я думал там ты уверен что дейтинг-симулятор они до этого прокрути пониже они делали сначала не сделали дейтинг-сим такое это да не но это не дайте мы-то именно новелла визуальную с элементами ну ладно я не играл в общем расскажу и покажу как говорится вы сейчас увидите это потрясающе вот никогда славим starcraft 2 у меня не осцелились анимешные лица вот но теперь это посмотри на эти лица вот они с южнокорейская киберспортивная сцена starcraft 2 стала основой для визуальной новеллы сообщает катаку вот так вот катаку всегда классные новости такие вот безумные сюжет игры называется sk2vn сюжет этой игры крутится вокруг молодого человека который является полу профессиональным киберспортсменом игроком starcraft 2 то есть не киберспортсменом на пути к участию в мировых соревнованиях он встречает другальков своих с которыми они завоевывают сердца до сердца миллионов фанатов starcraft а вот ну добиваться естественно свои цели как это и обычным бывает в играх если верить разработчикам чтобы пройти новеллу не обязательно быть умелым игроком строков 2 мне особенно вот это понравилось нужно быть умелым игроком визуально в общем название the starcraft 2 visual novel скорее всего это так и расшифровывается да не смотрите ролик который идет у нас на сайте они похожи корейцы там очень сложно понять их возраст ну вот да собственно это как будто вы какие-то бурятские школьники это просто мотай немножко там просто у них настолько вот лица такие серьезные не выразить игру делала безымянная команда возможно дакадима вы так делали понимаешь ногтем похоже на 8 человек за час очки до которые раньше делали вот видеоролик который сейчас видите что если бы торгах 2 был симулятором свидания очень унылый видишь он стоит статично уже несколько ну симулятор свидания обычно так и вы не ну там хоть как-то эмоции меняется у них вот этот парень это парень девочкам я почти уверен что это парень к сожалению корейцах разбираешься лучше да вот такая вот веселая новость из мира безумия starcraft 2 из мира кореи из мира корейского безумия до ладно поехали дальше я мне просто больше нечего сказать невозможно что-то вообще добавить к этому не не убавишь не прибавишь да вот это точно окей заголовок но если что-то прекрасно подготовила у вас захар поэтому прочитаем его слух вы будете выглядеть как якоб фрай в новой шляпе из ассессин скрыт syndicate за 37 долларов и вот она покупаете да не наш шляпу мы должны были превратиться в магазин на диване смотрите это шляпа специально для вас это шляпа в которой вы будете выглядеть как якоб фрай не обязательно приобретите ее сегодня за сколько 27 37 37 36 99 если вы позвоните прямо сейчас вы получите в подарок полину нет полина я тебя не продам ни за какие деньги и три волоска с бороды арика которые исполняют желание вот так на самом деле давай полина на самом деле самое смешное это носит то что ну по факту это просто услуга игровой мерчендайз до шляпы сделано абсолютно так как в игре у нее внутри подкладочки есть красивый этот узорчик символом сосис creed вот этот знаменитый фишка магазин британский доставка идет по уэльсу а продают за доллары ну странно magic magic да что еще может сказать в комплект гипотетически могли бы добавить что нить еще например игру например игру не за 37 дорожку конечно же да она выглядит немножко поношенный кстати говоря вот этот шляп но и даже просто поносил да вот и напомнил немножко новость про тот китайский магазин нелегального мерчендайза где можно купить этот фирменный как-то наручь и вот эти вот угодно можно куда-то который мы рассказывали но этот скрытый нож и не думал как он называется в мире да да но та фишка то что я так посмотрел на структуру этого ножа мне кажется что легче проломить череп ковырять в носу им конечно так нажимаешь проходит прямо зато вынимаешь это учит детей не ковыряться в носу по моему навсегда можно узнаешь довольно плохая привычка в общем покупайте шляпу лучше не ковыряйтесь в носу лучше дети не ковыряйтесь когда опасность кругом можно пробить себе череп вот так кстати есть реальный случай когда чувак ехал в машине что-то до ковырял носа у него сзади просто въехал это на большой скорости все пальцы короче проломил вот так ты умер премию дарвина так ладно все хоть шутки про смерть гроб да 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 кстати про гроб ты не зря сказала до следующая новость нас про расхитительницу гробниц райзова томбрейдер обойдется без привычного мультиплеер мультиплеера но позволит посоревноваться с друзьями цитата вот соревнуйся с друзьями чем же извините тем что у меня есть из боксу она вас не даже в довода в райзова томбрейдер не будет мультиплеера это сообщил офисал xbox магазин в сентябрьском выпуске студия кристал динамикс подтвердила что не будет мультиплеера но будет возможность какая-то посоревноваться с друзьями возможно это будет как сейчас модно таблицы лидеров вот или что-то типа того типа челленджи на время словно как как ну возможно собрать там 5 истуканов за 7 решение я считаю довольно правильно потому что мультиплеер в первом дом райдов переиздание который вышел там пару лет назад он просто омерзительный просто тракт на это деньги он просто он просто отвратный и ну хорошо что они решили отказаться они сообщили что они отказались мультиплеера в пользу синглплеерной кампании сюжета и вообще чтобы все было хорошо и красиво конечно сюжет пишет рианна пратчет если вы знаете кто это загуглите дочка 3 прачте ну да но от этого она лучше писать не стала ну ну да не он же пишет она вот так что за сюжет не есть небольшое переживание а так в целом геймплей я вообще не переживаю будет хорошо хорошо что они сконцентрируются на синглплеер душ мультиплеер правда мне кажется у него почти никто не играл поэтому они увидели что зачем его делать логично тренд мы уже отвлеклись поэтому может помахать ручку хотя вода ручкой да таинственный незнакомец вошел в студию таинственный незнакомец сейчас мы дождем пока он присядет про крестит право лепит отсюда чайку может подхватишь смотри ладно продолжаем так вот прорайзу в том брейдер что мультиплеер был отстой сейчас сегодня будет аллилуйя примерно вот все что я хотел сказать на самом деле чего растягивать а давай пофантазируем какие рейтинге там могли быть я сейчас подумал о том сколько ранением получила лара кровь например за какой-то прожиток как сильно она разделась и насколько насколько у нее выросла добычная грудь можно на то много не раздел лару за пять минут смотри топе просто съел короче трех оленей разжиреал нужно держать себя в форме классная вообще вот тут вот а таком вот мультиплеере никто еще не догадывался похудей с ларой до великолепный фитнес отлично кстати гробничный фитнес гробничный господи как черничный маффин да напомню вам друзья я уже устал на это напоминать мне кажется же все наизусть вы чем но вдруг вы не знаете что xbox one и xbox 360 получит эту прекрасную игру 10 уже да они одновременно выходит на обоих этих приставках для писи игра выйдет в начале года для playstation 4 в конце 2016 года надеюсь большой скидкой я правда надеюсь не факт что просто забей на старте почти ни одна игра со скидкой него не выйдет просто просто забей в твич и смотри трансляции да просто забей в твич 10 ноября не обещаю тебе стрима потому что вы слой выходит пола 4 но 11 уже возможно все окей поехали дальше дальше заняться в октябре в ноябре вы знаете что заняться в октябре суши нет я не перепутал носом мальчу смеешься нормально нет чтобы вы смешно вы даже чем заняться в октябре я думаю о чем сейчас про игра мир что не на программе так всем понятно а после гранирующим заняться до 110 project red первым огромнейшее масштабное дополнение каменные сердца для ведьмак 3 выйдет 13 октября займет она примерно у вас 10 часов а то и больше прохождения чистого самое интересно что игра будет продаваться в коробке до десяти часов до 10 я точно скорее всего больше потрачку что я люблю ковыряться я тоже читать меня смущает что цифра такая маленькая я сейчас объясню почему потому что обычно они наоборот но пытаются максимально увеличить цифра маленькая цена высокая цена 10 долларов за 10 часов до не смущает то что обычно проекта не будет у нас там 200 часов геймблея на по факту там получается типа 70 там или 100 вот но они говорят что у нас максимум и а тут говорят максимум 10 я думаю что получается можно делить на 2 и ну как-то печально сразу стало я не утверждаю но я я могу объяснить может быть чем они очень вызвана такая длительность игры для в том что там будет выходить не только цифровая версия но еще и внимание коробочная в которой не будет диска там будет бумажка с кодом и две колоды гриф гвинт будешь сидеть и осваивать я осваивать гвинт да меня там почти никто не выиграл я все все эти прошел а вот настоящий с настоящими игроками будешь сидеть так короче 10 часов это еще проще там компьютер есть он умнее чем люди а если там augmented reality каждый знаешь вот как вот короче нет заводить на карточку я уверен что их многие просили потому что многим понравилась игра в гвинт она хоть и довольно примитивная ну на фоне других там карточных игр которые отдельно существуют кардстоуна и magic и так далее но тем не менее на самом деле просто коллекционные карточные игры очень сильно адективная вещь поэтому даже такой простой форме они очень к себе привязывают людей для тех кто первый раз столкнулся вот многие очень подсели да давайте немножко расскажем вообще что давай прода дополнение самое главное на самом деле не как ты а дополнение которое идет вместе с картами бонусом карты кодик два ствола нужно будет разобраться с главарем бандитов ольгерда фон эверерком который по слухам стал бессмертными не знаю правда как с ним может и 10 часов пытаешься задолбать он затыкать зубочисткой я сразу вспомнил великолепный сериал и фильм горит да 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 надо должен остаться только один вот или как-то так там было может быть останется только один до забавно если нужно будет играть не за ведьмака вот за этого самого бандита не стопудово нет ну да но нет стопудово надо играть мака есть же уже первый тизер даже есть там длительностью несчастных 40 секунд где пока они почти ничего показывают сколько ты будешь играть до 40 секунд да нет но на самом деле я надеюсь что дополнение отнимет 10 часов как обещано вот потому что хочется все таки самое интересное что название на английском созвучно с хардстоун это хардстоун мне кажется возможно это шутка такая инсайдерская да тонкая очень но может и нет давай что ничего чем можно заняться в октябре да чем можно заняться в октябре это например поиграть в elite dangerous на xbox one которая выйдет 6 октября вот такая вот счастливая новость для всех обладателей xbox one и фанатов серии элит студия frontier development занимающийся разработкой фронтир фронтир девелопментс 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 ну прости озвучила дату выхода игры как я уже сказал 6 октября эту информацию подтвердил глава компании дэвид брейбен отвечая на вопросы пользователей reddit он заявил что elite dangerous станет частью программы xbox one превью где вы сможете игру попробовать заранее до релиза типа steamerly access грубо говоря по словам брайбена в дальнейшем на иксбокс вам появится и крупное дополнение для игры horizon когда именно он не сказал вот четвертое это и я напомню что четвертая часть серии элит в конце прошлого года игра вышла на персональных компьютерах завоевала сердца хардкорных фанатов сразу ну сейчас хардкорные фанаты может быть некоторые конечно не покорились или дэнджерес но многие покорились поэтому если вы хардкорный фанат вам не понравился не надо мне писать в комментариях что нам не нравится потому что на фанат чего космических симуляторов очевидно же и серии элит игра будет эксклюзивом для xbox one среди консолей так как у microsoft и фронтир девелопмент специально для полины есть соглашение о эксклюзивности вот такая вот приятная новость для обладателей xbox one вообще осень всех обладателей этой консоли очень хорошее время чтобы полюбить еще больше на стряхнуть пыль и наконец-то поиграть в несколько хороших игр таких как for the horizon который мы вчера ставим for the motorsport извиняюсь 6 который мы вчера стриме она выходит буквально вот-вот скоро halo 5 guardians вот том брейдер вот еще или дэнджерос в общем microsoft сильно давит на акт на этот период пока у sony как раз таки чуть-чуть слаб же линейка вот все делает microsoft правильно молодцы ребята ну давайте еще одно с чем можно еще заняться соня чем заняться в октябре мы просто не будем отправим этот выпуск в будущее или ну к октябрю туда ладно давай окей на игра мире показаны очки виртуальной реальности для sony playstation это project morpheus что не себя представляет такой 5-дюймовый дисплейш на себе прям показаны зачем с разрешением 1920 на 1080 располагающиеся перед вашими глазами натуральные очки расширенные дополнены виртуальной реальности работы связки с пластейшн кемера создавая эффект присутствия в виртуальном мире совместим самое интересное с контроллером move который я честно говоря полагал что давно уже похоронен где-то там гробницами я думал что playstation камера вместе с мувом похоронена где-то гробницах томбрайдер оказывается тадам нет playstation камера еще используется но тоже и move который еще не вышел да фишка то что когда вы смотрите в очках виртуальной реальности на свой мув в вашей руке вам будет казаться что это не контроллер а что-то другое например палка ружье топор световой меч световой меч это знаешь как вот в хоррор когда чувак как бы там ходит только в кошмарах ему кажется что он там кого-то гладь на самом деле бегать с топором и всех убивает знаешь а тут наоборот а тут наоборот такая фишка работы ты хочешь как дебил с каким-то шариком светящимся и в очках а тебе кажется я пробовала ищите вайф именно именно такого люди выглядят со стороны для в руках какая-то фигня ты выглядишь как человек чувак из фильма газонокосильщик непонятно вообще но то есть стороны выглядит очень смешно ну то есть конечно внутри там такого боже у меня в руках там весь мир там внутри матрица да 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 внутри у тебя матрица снаружи ты такой там люди просто настолько было стану не не комфортно и страшно некоторых местах что они просто присаживались на пол и трогали его чтобы ну типа чувство реальности сохранить но поэтому кстати когда это про ищите в морфе усили так ли круто что не удалось попробовать такие же людям специально ставит такой тип как загончик ну чтобы они могли держаться если что за чувствуешь что что-то тут рядом реальная есть что они могут джать что не упадут а потому что гонщик для людей загонщик для людей вертолельно чтобы они не могли себе навредить какая-то как для малышей короче такое вот это выпуск чтобы не навредить себе значит не ковыряйтесь в носу покупайте шляпу ассасин скрид и не знаю не используйте ешьте животных не берите с собой квайт на задание да 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 в общем безопасность вместе с игром они да ладно поехали дальше сегодня дополнение для the binding of isaac ребер выйдет на писи в конце октября все еще чем заняться в октябре прям октябрьский выпуск осень пришла ну все-все не грусти скоро новый год подарки разработчики binding of isaac ребер эдмунд макмиллан и флориан химфу химсул вот извини дружище ну вот тяжелое у него имя какие игры да как и игры тяжелые вообще выпустили тизер грядущего дополнения под названием автор бёрд дел си добавит в игру более ста часов кеймплея внимание учитесь сиди прожекторы нет не надо так пожалуйста не нет это шутка абсолютно около сотни новых предметов бомба пилюлю сундуки наверняка карты могут вас убить я узкорей всего до свыше тысячи комнат на бомбе просто что игра это рогу лайк которая генерирует но новые подземелья каждый раз когда вы запускаете игру поэтому 1000 подземелья это не отрисованы с нуля подземелья а это тысяча вариаций из всех компонентов которые могут сложиться в эти подземелья тоже надо учитывать вот 8 боссов возможность поиграть за матерь демонов лилит вот так вот угрожающе это звучит но тем не менее на игра кстати великолепно если вы не играли то в двух словах это игра с видом сверху про мальчика который путешествует из комнаты в комнату все что вы можете делать это направлять его влево вправо вниз вверх и стрелять и стараться не умереть помощью слез мальчика слез но у него еще и всякие он может достать всякие прикольные ништяки я ништяки сюда но слезы вы убиваете демонов слезами это прекрасная игра друзья не без шуток это очень круто крутая на руку лайк игра если вам нравятся рогалики так называют обязательно попробуйте наверняка вы уже пробовали православных христианин да там там не стоит да то чувство верующих будет оскорблены потому что там очень много сатиры на тему тему до бога и так далее кстати владельцы нинтендо 3ds точнее нинтендо 3ds могут тоже в нее поиграть она уже компьютер нет она вышла нитендо 3ds представляешь себе она все-таки вышла никто и не знает да никто и не знает нинтендо не причем она доступна только для нее нинтендо 3ds блин а нинтендо в курсе от мне интересно мне кажется по столько коммерс которые ватт они пошли просто да странно потому что уже нинтендо же очень трепетно относятся вот я тоже кого там не задеть вдруг нет вышла вышла игра верующих такая такая стояла интересно нинтендо не с обновлением а просто ну там неважно там самый первый в общем теперь у нитендо есть добрый зельда и злая зельда вот это злая зельда кстати там местами похожи на старую зелью она даже вот ну совсем еще двухмерном по стилю ну то есть ты путешествуешь из комнаты в комнату сундучки ну да 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 первая которая там 80 какого-то года шестого года в общем короче dlc под названием after bird выйдет на pc 30 октября на других платформ пока не объявлено стоимость дополнения составит 10 долларов вот так вот колоды для карт в гвинт не прилагается что надо было сообщить тоже важно ни к чему она не прилагается кроме коробки с картами колод с господи с колодами и картами все я уже схожу с ума ты меня запутала правильно я не хотела все было не так друзья на этом наш выпуск сегодняшний веселый безумный из прекрасной полиной подходит концу увидимся с вами вы увидите с вами сегодня на стримах а также завтра и послезавтра у нас сегодня будет тира уэй которая вышла вчера да хочешь давай с нами давай можно сейчас буду ламывать полины чтобы осталось на стрим а сегодня будет у нас три часа тира уэй вечером 7 часов будет панзар а приходите будет весело вот спасибо что смотрели с вами была великолепная полина малахова потрясающе артоваз мародиан и вы не поверите василий копейкин всем спасибо друзья всем пока